Приветствую вас. Привет. И мы сегодня говорим о метаморфозах, которые происходят с Великим Кончаловским. Он из кино ушёл в театр. Вдруг. Почему? Это для вас, друг, потому что вы не образованы. Так, принимается. Я начал в театре работать в 80-е годы. Меня действительно великий режиссёр Стреллер Джорджи пригласил ставить «Чайку» в Париже. И тогда в Москве было худовато жить в 86-й год. И такой замечательный педагог, артист. И я считаю, он, наверное, уже профессор Гарик Леонтьев, авангард Леонтьев. Леонтьев из МХАТа. Он работал мне ассистентом. Он согласился поехать ассистентом работать с французскими артистами над спектаклем. И мы были все счастливы. Так что ставил я в работе в театре давно, а потом в опере давно. И всё за границей. Начал я за границей, потом... Ну вот в России я ещё оперу не ставил. Да. И что это будет? Расскажите. Три сестры? Три сестры? Ну, три сестры, оно, кажется, уже есть. Чем выбор объясняется? Почему именно три сестры? Вот самый глупый вопрос. Так, ну это ж мы журналисты. Это же наша специализация задавать глупые вопросы для того, чтобы наши гости выглядели достойно. Да. Вот ни одному музыкальному критику не придёт в голову спросить у Гергиева, у Валеры, почему вы дирижируете шестую симфонию? А почему не четвёртую? Правильно? Никто же не спросит. Не знаю, правильно ли это. Ну никто же не спросит так, потому что что ответит дирижёр? Ну потому что мне нравится. Аж какое там актуальное, что-то... Вот понимаете, вот поэтому... Сейчас следующий вопрос у вас будет, что актуально, да? Ну, в общем, напрашивается, да. Ничего актуального. Только вечное. Всё вечное и актуально. Нет, просто дело в том, что три сестры – это такая очень русская вещь. А Кончаловский, он позиционирован в среде журналистов, скажем, как человек западный такой, который, в общем-то, и работал на Западе. И вы даже юбилей свой отмечали в Италии. Какой отмечал? Мы собрались за столом. Ну, во всяком случае, это стало медийным событием, потому что это было показано по всем каналам. Это не юбилей, день рождения. Юбилей, да? Есть день рождения. Это ваш собственный дом или вы снимаете? Это собственный дом. Совсем собственный. В том смысле, что мы его восстанавливали с большим чанием и любовью, и уважением к традициям тосканской сельской жизни. Вот ещё один глупый журналистский вопрос. Почему Италия? Нет, у вас был вопрос, вы пропустили, я ещё не ответил. Хорошо, отвечайте. Чехов, русский. Да. Чехов, русский. А Кончаловский нет. Но Чехова бы не было русского, если бы не было Петра. Вот если бы я ставил там Нестора, предположим, или слово полку Игореве, или там сказки Афанасьева, то да-да, конечно. Но Чехов, русский европеец, так же, как и Толстой, и Пушкин, и Чайковский, и Достоевский, их никого бы не было, если бы не было реформ Петра. И вот эта вот реформа Петра, которая выдернула Россию на какое-то время, ненадолго, из Средневековья, за волосы, собственно, и создало эту великую культуру, которой сейчас мы все гордимся. Но последний европейец был расстрелян в Ипатьевском доме. Ну, это знаете, мы сейчас куда-то совсем друг друга... Нет, поэтому я русский, но европеец. Вот и все. Поэтому я совсем не... Это не значит, что русские не европейцы. Есть русские европейцы, есть русские европейцы. Нет, ну, здесь спорный вопрос, надо ли было вообще Россию выдергивать, потому что мы восточная страна, и зачем нас Петр выдернул, и к чему это привело, в общем-то, это... Но это мы в другим очень далеко уйдем от... Нет, но это другой вопрос, вы можете к этому относиться как вы хотите, это ваше право. 20 августа, 85 лет Кончаловскому, Андрею Сергеевичу Халкову, Андрону, как зовут его семья, Андрону Кончаловскому. Он, кстати, очень не любит, когда его так величает наш брат, журналист. Вообще у него к журналистам достаточно скептическое отношение, а почему бы и нет. Он, кстати, допустим, пишет значительно лучше, чем большинство моих коллег. Собеседник, я повторю, он очень непростой, но бесспорно интересный. Каждая беседа с ним — это подарок. Опять голубая, ну что такое, мы отложим, третий раз ее уже не было. Ну, потому что, ну, как бы хочется, все в палитру, чтобы было у нас. Что вы обычно говорите людям, приукрашивая рассказ о своей работе? Вот просто тема. Что вы обычно говорите? Речь ведь не про коллег, не про критиков, а вообще про людей. Или вы не приукрашиваете свою работу? Нет, если что-то получилось, я не приукрашиваю. Украшение строптивой получилось? Посмотрим через два дня. Я шумя, пока да. В Италии на Остмашке. Хорошо. А если не получилось, я пытаюсь объяснить причину, обвинить кого-то другого, но не себя. Это правильно. Ну, не знаю. Ну, а то иначе это мужикизм. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.